Продолжение следует... И я подтверждаю американское намерение поддерживать дружбу со странами мира и партнерство со странами мира. Как и все страны, которые представлены на этом форуме, Америка надеется создать будущее, в котором все страны будут процветать, где все люди будут процветать, где каждый ребенок может вырасти вдали от страха, бедности и других проблем. В прошлом году мы добились больших успехов в США. Мы создали много новых возможностей, помогли многим людям, помогли каждому американцу найти свой путь к американской мечте. Это мечта о безопасном мире, надежной работе и уверенном будущем для своих детей. После многих лет стагнации США вновь переживает сильный, значительный экономический рост. И мы видим прогрессы на фондовой бирже, значительный прогресс с времен моего избрания. Благодаря этому сейчас в индустрии промышленности и во многих сферах жизни поднялась уверенность в будущем. После выборов мы создали 2,4 миллиона новых рабочих мест. Это очень большой показатель. Малый бизнес настроен очень оптимистично, смотрит с оптимизмом в будущее. Показатели безработицы самые низкие за последние 50 лет. Показатели безработицы среди чернокожего населения, американского населения, самые низкие за очень долгое время. То же самое относится к другим меньшинствам. Итак, мы ведем страну к процветанию. Я пришел для того, чтобы донести до вас очень простую мысль. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы вкладываться в США. Мы открыты к бизнесу. Мы готовы выйти на рынок справедливой конкуренции. Мы только что провели самую серьезную реформу налогообложения за очень долгое время. Позволили работающим семьям сохранять больше своих денег, денег, которые они зарабатывают трудом, потом и кровью. И в результате этих изменений миллионы работников получили бонусы от своих работодателей. Доходы семей благодаря нашей реформе возрастут, как мы подсчитали, на 4 тысячи долларов в год. Инвестиции в экономику США составят более 350 миллиардов долларов в ближайшие 5 лет. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы приходить в Америку, приводить свой бизнес в Америку, инвестировать в Америку. Сейчас мы снизили бюрократизм в США, потому что регулирование — это, по сути, своего рода тоже налогообложение. И в США существовало очень много законов, которые ограничивали возможности работников и компаний. Но этим дням подошел конец. И мы решили, что мы уничтожим чрезмерную забюрократированность, и мы достигли больших успехов в этом. Мы превзошли наши ожидания. Мы отменили 22 закона. Мы развязываем нашим рабочим, нашим работникам руки, чтобы страна могла процветать. Мы создаем условия, которые привлекают капитал, инвестиции и поощряют повышение продуктивности труда. Америка становится страной, в которой можно прийти, создавать инновации. Я верю в Америку. И как президент Соединенных Штатов, я всегда буду оставить Америку на первое место. Точно так же, как лидеры других стран должны ставить свои страны на первое место. Всегда. Но тот факт, что Америка для меня на первом месте, не значит, что Америка должна быть одна. Что она должна действовать в одиночку. В Америке растет экономика, но таким же образом, аналогично, одновременно с этим растет мировая экономика. И инновации, которые проводятся в США, позволяют людям по всему миру жить в достатке, повышать свое благосостояние, здравоохранение и так далее. И проводя все эти благоприятные реформы, мы также собираемся реформировать международную систему торговли таким образом, чтобы от нее могли получать прибыль те, кто будут играть по правилам. Мы не можем иметь свободную и открытую торговлю, если какие-то страны будут использовать эту систему, нанеся ущерб другим. И мы считаем, что система должна быть справедливой, она должна быть взаимосправедливой, взаимоприбыльной, взаимовыгодной. И США не будет больше закрывать глаза на те случаи, когда страны нарушают принципы международной торговли, когда они крадут, например, результаты чьей-то разработки и так далее. Это касается не только США, но и всех стран по всему миру. И мы ожидаем, что лидеры других стран будут защищать интересы своих стран, точно так же, как я, президент США, буду защищать интересы своей страны и интересы наших компаний, наших работников. Мы восстановим нашу систему торговли, она будет основана на справедливости. И эта система будет работать не только на благо США, но и на благо всех стран мира. Как я уже сказал, США готовы обсуждать взаимовыгодные двусторонние торговые соглашения со всеми странами. И это значит, что не только страны, которые входят в Тихоокеанское партнерство, с некоторыми из них у нас уже есть договоренности, но мы будем договариваться и с другими странами по отдельности, иногда коллективным образом, но только в том случае, если это будет выгодно для всех участников. Моя администрация также предприняла много усилий для того, чтобы вернуть Америке независимость и уверенность в будущем. Мы сняли ограничения, которые ранее до этого сами на себя наложили, таким образом, чтобы наши граждане могли быть уверены, что США будет находиться в энергетической безопасности. Ни одна страна не должна быть в заложниках ситуации, когда существует только один поставщик энергии, и Америка возвращается в мир. И сейчас самое время, чтобы инвестировать в Америку. Мы убираем лишние налоги, убираем лишний бюрократизм, лишние законы, которые регулируют работу нашей экономики. И мы будем действовать ответственно, и мы сделаем так, чтобы наши законы реализовывались справедливым образом. У нас лучшие университеты, лучшие колледжи, лучшие рабочие, и у нас очень много относительно дешевой энергии. И сейчас лучшее время для того, чтобы развивать бизнес в Америке. Мы инвестируем в нашу военную сферу, потому что мы не можем говорить о безопасности и процветании без уверенности в том, что мы можем обезопасить себя от внешних угроз. Наша взаимная безопасность предполагает, что все страны должны делать вклад в такую безопасность. И на Совете Безопасности ООН, моя администрация, и вообще по всему миру действует. Следующим образом, мы пытаемся использовать наше влияние и давление для того, чтобы в Северной Корее не было ядерного оружия. Мы пытаемся не дать Ирану получить ядерное оружие. Мы работаем с нашими партнерами для того, чтобы уничтожить джихадистские террористические организации, такие как ИГИЛ. И мы успешно двигаемся в этом направлении. США возглавляет широкую коалицию, которая противостоит террористам и работает на больших территориях, блокирует финансирование этих организаций, уничтожает их инфраструктуру. И коалиция по уничтожению ИГИЛ уже освободила почти 100% территории в Ираке и Сирии, которая ранее контролировалась террористами. Да, впереди еще остается много битв и много работы. Но чтобы консолидировать наши достижения, мы должны сделать так, чтобы Афганистан никогда не стал гавани для террористов, которые хотят уничтожать наше мирное население. И я хотел бы поблагодарить нации, которые присутствуют здесь сегодня, за то, что они присоединились к этим усилиям. Вы не только обеспечиваете безопасность своих стран, но вы восстанавливаете, вы даете новую надежду людям. Вы позволяете им жить в безопасности, миллионам людей жить в безопасности. Необходимо сделать все, что есть в наших силах, чтобы защитить наше население, защитить наши границы. И мы считаем, что иммиграционная система нашей страны является важнейшей частью нашей безопасности. И наша иммиграционная система устарела, мы должны заменить ее таким образом, чтобы люди могли приезжать в США и становить гражданами в США, в том случае, если они могут внести вклад в экономику нашей страны, если они проходят специальный отбор, таким образом, чтобы они могли усилить нашу страну, усилить Америку. И перестраивая все эти системы, мы привержены идее усиления нашего рынка труда. Мы считаем, что лучшее средство борьбы с бедностью – это очень просто. Нужно просто платить людям достаточно. Чтобы быть успешным, недостаточно просто инвестировать в экономику. Мы должны инвестировать в наших людей, в наших граждан. Если мы забываем про наших людей, про наших граждан, то мир становится расколот. Но если мы будем слышать голоса людей, которые забыты, и отвечать им, то мы сможем построить мир, который будет справедлив для всех. И величие страны состоит из коллективного, из суммы граждан, которые называют эту страну своим домом. И после своего первого визита на «Большую семерку», визита на форум от ТЭС, и вплоть до этого форума, на котором я нахожусь сейчас, моя администрация продолжала продвигать одну и ту же мысль. Страны должны быть независимы, но они должны сотрудничать для достижения общих интересов и достижения общей мечты. И вы деловые лидеры компании, лидеры стран, ведущие люди в целых отраслях. У вас, у каждого из вас есть возможность изменять жизни людей, менять сознание людей, формировать будущее стран. Но вместе со всем этим у вас также есть обязанность перед населением ваших стран. Так давайте же объединим наши усилия, объединим наш голос, не только для нас, но самих, но и для всего народа наших стран. Давайте дадим им возможность достигать их мечты. Давайте дадим им новые силы, чтобы они были уверены в будущем. И если мы сделаем это, то результаты не доставят ждать. Вы уже можете увидеть результаты. У нас огромные инвестиции. Показатели безработицы самые низкие за несколько десятилетий. Наше будущее ярче, чем когда-либо. Я призываю вас всех присоединиться на этом пути к счастливому будущему, к которому мы все идем. Хотел бы поблагодарить лидеров стран, лидеров компаний, глав компаний, но прежде всего поблагодарить работников, трудолюбивых людей, которые каждый день работают на благо строения более счастливого мира. Давайте поблагодарим им, выразим им нашу любовь и благодарность, потому что именно эти люди делают так, чтобы наши страны существовали. Именно они делают наши страны великими. Спасибо вам, и да благословит вас Господь! Спасибо вам, и да благословит вас! Спасибо, господин президент, за эту речь, очень воодушевляющую речь. У нас такая традиция, что мы задаем несколько вопросов. Я бы хотел задать вам пару вопросов. Первый вопрос. Почему реформа налогообложения, почему она для вас была таким важным приоритетом? Прежде всего, я хотел бы поздравить вас, всех, это удивительная группа людей. Мы вчера ужинали вместе, 15 человек, лидеров промышленности из разных стран. Я ни с кем из них не был до этого знаком, но теперь у меня 15 новых друзей. И удивительно, это просто восхитительная вещь, которую вы здесь сделали, собрали вместе этих людей. Так вот, реформа налогообложения, они, многие люди очень долго мечтали в Америке, многие пытались, но этого не получалось достичь. Рональд Рейган был последним, кто в последний раз серьезно как-то снижал налоги, и проводил такие реформы. Мы, конечно, на первое место ставили именно снижение налогов, но там есть много других элементов, которые тоже очень важны. И это была очень тяжелая реформа, никто не мог ее провести за уже 40 лет. И как только мы ее начали разрабатывать, мы были очень удивлены тем, что AT&T и другие компании с самого начала выразили свою готовность поддержать нас. Они десятки, сотни тысяч долларов готовы были выделить. На эти компании работают сотни тысяч людей. И мы увидели, как это все превратилось в такой поток, целый водопад. Множество компаний начали поддерживать нас, и теперь у нас три тысячи таких компаний, которые готовы работать с нами. И этого обычно не ожидаешь. Обычно это что-то плохое, когда такое происходит, но в данном случае это было что-то хорошее. Никто не ожидал, что может даже произойти. Никто даже не ожидал этого. Мы сначала хотели дождаться февраля и посмотреть, сколько люди будут зарабатывать, но мы думали, что первого февраля все начнется. Но еще даже февраль не настал, а мы уже видим результаты. Люди зарабатывают гораздо больше. Посмотрите на фондовые рынки. Мы несколько раз со временем того, как я стал президентом, 48 раз мы достигали рекордных показателей на фондовом рынке. И это было еще до того, как была проведена реформа налогообложения. Так вот, эта реформа, это нечто очень важное, очень особенное. Даже Apple 3,7 миллиарда долларов выделил на эту реформу. И я говорил с Тимом Куком, мы говорили о том, что в США нужно строить заводы, которые бы производили их продукцию. Мы говорим о создании не самых крупных заводов, но вполне приличных. И когда я услышал, что сумма будет 370 миллиардов долларов, я понял, насколько все серьезно. Множество компаний готовы инвестировать. Один господин сказал, что он будет инвестировать 2 миллиарда долларов. И я посмотрел на него и подумал, что он так и как раз пытается сэкономить, потому что все остальные инвестируют десятки миллиардов долларов. Я думаю, что в США превратится в совершенно новую страну, преобразится эта страна. Люди будут приходить и инвестировать в США. Такого еще никогда не было. И я хотел бы... Я работал с группой людей над этим проектом. Я хотел бы всех их поблагодарить. Первый год был очень успешным во многих областях. И если посмотреть на все показатели, графики и так далее, вы увидите, что, например, показатели безработицы среди афроамериканского населения достигли исторически низкого уровня. Такого никогда еще не было. Показатели безработицы среди женщин тоже очень низкие. Латиноамериканское население — то же самое. Такого я еще никогда в США не верил. Я долго живу в Америке, но такого духа в США я еще не чувствовал. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто вливает десятки, сотни миллиардов долларов в нашу экономику. Спасибо вам огромное. Господин президент, я... Может быть, это будет очень личный вопрос, но... Уже интересно. Я не знал об этом вопросе. Но сначала я хотел бы признать... Отметить тех людей, которые внесли большой вклад в наши дискуссии. Вы хотели бы их представить? Да, Стивен, Уилбор, Гэри, Роберт. Даже генералы, другие генералы... Они делают все возможное, чтобы наша страна могла защитить себя. Спасибо вам всем. Так вот, мой самый личный вопрос. Какой опыт из вашего прошлого был наиболее полезным с точки зрения подготовки вас к президентству? То, что тот факт, что я был бизнесменом столько лет, сыграл большую роль. Мне всегда нравилось заниматься бизнесом. Я всегда очень преуспевал в том, что касается зарабатывания денег. И я всегда мог взять какой-то бизнес и сделать его успешным из ничего. Это требует определенных навыков. И, по-моему, в США еще никогда не было действительно бизнесмена, который становил бы президентом. Это всегда были либо генералы, либо политики. Всегда это были генералы. Но чаще всего президентами становились политики, профессиональные политики. И вчера я Клаусу сказал, что если бы демократическая партия победила на выборах, то сейчас фондовые рынки не поднялись бы на 50%, как они поднялись, а не опустились бы показатели на 50%. Я уверен, что именно это бы и случилось. Потому что они вводили бы новые ограничения, новые законы, ограничивающие возможность нашего бизнеса. И еще одна вещь. Это... Я всю жизнь... Еще один момент. Я всю жизнь работал со СМИ, взаимодействовал с ними. И как... Когда я был бизнесменом, ко мне очень хорошо относились. У меня всегда были очень хорошие отношения со СМИ, с прессой. Но когда я стал политиком, я осознал, насколько они действительно плохо могут себя вести. Да-да. Насколько несправедливыми они могут быть. Но, наверное, все-таки они не такие плохие, потому что, в конце концов, я все-таки стал президентом, и во многом благодаря своей команде. Прекрасные люди. Мы действительно достигаем успехов. И я думаю, что было необходимо сделать то, что мы сделали. Если бы США еще 4 или 8 лет продолжали существовать в этих условиях ограничений, законов, ограничивающих наш бизнес, вряд ли США смогли бы развиваться. И за один год, за один год, за первый год, мы убрали больше ограничений и законов, регулирующих бизнес, чем за многие годы до этого. Но, конечно же, правительство, государство будет работать с бизнесом. Естественно, регулирование бизнеса должно быть. Экономика должна регулироваться. Но по-другому. И мы действительно достигли больших успехов. Еще одна вещь, которую я вчера подчеркивал, это то, что лидеры стран, лидеры бизнеса, здесь все представляют свою страну, но они все являются фанатами своих стран, своего бизнеса. И я тоже являюсь фанатом своей страны. И я думаю, что все должны быть фанатами своего дела или своих стран. Я думаю, что мы достигаем больших успехов здесь. Америка — это особенное место. И я очень благодарен тем, кто мне помогал на этом пути. Спасибо. Спасибо, господин президент, за то, что пришли к нам. Это сообщество Всемирного экономического форума. Благодарно вам. И мы считаем, что вы считаете, что вы являетесь одним из тех людей, которые действительно работают на благо процветания мира. И продолжайте же работать в этом духе. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.